Привет, ребята! Сегодня я решила показать вам свою кухню, а точнее организацию хранения на своей кухне. Я не считаю себя эталоном организации хранения, но просто хотела вам показать, как что у меня хранится и находится на кухне. Может быть, вы что-то сможете взять себе на заметку, и я буду тем самым вам полезна. Итак, начнем с самого верхнего левого ящика. В общем, у меня находится то, что я достаю реже всего. Это гриль, формочки для мороженого, фильтр, кувшин и всякая другая, всячина, которой я очень редко пользуюсь. На холодильнике у меня несколько магнитов. Я вообще не очень люблю, когда холодильник нагружают огромное количество магнитов. Я повесила несколько, и то, в принципе, планирую их убрать. Итак, что же у нас в этом шкафу? Это шкаф для кондитерки. Здесь у меня всякие посыпки, подложки для торта, сироп, сахарная пудра и так далее. На этой полке я храню также все для кондитерки. Я купила вот такие вот однотипные контейнеры одного цвета и все сложила в эти контейнеры. Здесь у меня всякие вырубки для теста. Там в контейнерах прозрачно хранится какао-масло, шоколад. Здесь насадки. В этом контейнере у меня хранятся все грозители. Но еще здесь лежит фунтуковая, висточковая паста. И в этом последнем контейнере у меня лопатки, пиромиды, шпатели и так далее. Тоже все для кондитерки. Очень удобно все хранить в контейнерах. Во-первых, смотрится все красиво, аккуратно. И ты знаешь, что в этом контейнере у тебя одно, в этом другое, в том третье, а не все вперемешку. На самой нижней полке у меня также все для кондитерки. Здесь у меня всякие посыпки, орешки, медальные, лепестки, висточки и так далее. В том лотке у меня всякие мешки кондитерские. А здесь хранится то, что можно не хранить в холодильнике. Запасы чая, кофе, консервы. Обычно здесь бывает больше. Какие-то конфеты, шоколадки. Это тоже чай. Я его привезла из Крыма. Далее идет микроволновка. Духовой шкаф. И в нижнем ящике у меня все для выпечки. Формочки. Силиконовые. Вот такие силиконовые формочки. Бумажные формочки. Кольца. Стеклянные формы. Квадратные, круглые. В общем, все для выпекания. На поверхности у меня стоит столик для завтрака, кофемашина, тостер, чайник, ножи, сахарница и солонка. Ну и подставка для горячего. На самом деле я хотела, чтобы здесь было что-то в более светлых тонах. Какой-то светлый чайник. Но у меня уже была кофемашина при переезде. И пришлось брать чайник и тостер. Чтобы они подлетели под кофемашину. Ну и позже потом уже взяли ножи такие же. Мне еще надо приобрести подставку для бумажных полотенец. И хочу поменять сахарницу и солонку. Этим сахарница и солонки. Очень много лет они ко мне перешли от мамы. То есть им, наверное, больше 30 лет. Итак, что у меня в первом шкафу? На самой верхней полке у меня всякие бокалы. То, что я беру и режу всего. На этой полке у меня тоже какая-то стеклянная посуда, вазы, салатницы и так далее. И в этих шестяных баночках у меня насыпан какой-то, по-моему, чай. Здесь какао. На этой нижней полке у меня чаи, которые мы пьем сейчас. То есть не запасы, которые лежат в другом шкафу, а то, что пьем сейчас. Здесь уже другой чай. Но мне нравится эта баночка. Я просто пересыпала сюда зеленый чай молочного лу. Это тоже молочного лу. Этот чай взяла на пробу, и он мне не понравился. Здесь кофе. Здесь мы храним сухофрукты, которые едим просто так, либо добавляем в кашу. Обычно здесь еще орехи, но они закончились. В этих баночках я храню семена льна, которые добавляю в кашу. Куншут. Здесь у меня мед. Лаванда варенье из Крыма. Здесь тоже мед. Это тоже мед. Я любитель меда. Этот мед я тоже привезла из Крыма. Это взбитый мед. Со вкусом малины. Манго. Имбирь и лимон. Кедровый орех. Тут прям с добавлением ореха. И там еще где-то шоколадный. Очень вкусный мед. Я его прям с удовольствием ем по утрам с кашей. Ну и здесь клюквенное варенье. С натуральным составом. В составе только ягода, клюква и сахар. В этих двух ящиках ничего интересного нет. Здесь находятся вартуки и бумажные полотенца. А в этом ящике у меня, ну, во-первых, труба от вытяжки. Ну, всякие полотенца для кухни. Салфетки, которые я пользуюсь сейчас. И всякой-взячно, кубки, тряпочки и так далее. Второй стеклянный ящик. На самой верхней полке у меня супница, большие блюда. И немножко какой-то посуды, которой я не пользуюсь. Все крупы у меня хранятся в контейнерах. Я их покупала в Ашане. Здесь гречка, макароны, сахар, рис. Какая-то крупа, бшонка, щица, горох. Спагетти я храню вот в таком высоком стакане, контейнере. И здесь у меня другие макаронные изделия. Фунчос, трещинка, лапша и какие-то еще макаронные изделия. Ну, и на нижней полке у меня также все хранится в контейнерах. Здесь у меня соль, крахмал и сода. Соль. Понятно, что соль. А крахмал и сода можно перепутать, поэтому здесь стоит надпись буква «С» и буква «К». Здесь тоже у меня какие-то группы. Пакетики с фитбарадом. Сахарозаменители. Мои любимые каши. Сейчас я ем вот эту кашу, мне очень нравится. И хобби-фитнес. Муку я также храню в контейнере. Нет никакой пыли от муки. Она нигде не рассыпается. Очень удобно доставать из этого контейнера, когда готовишь. Сида можно положить туда и хранить его там же. А в этом маленьком контейнере у меня остатки рисовой муки. В этом ящике. Наверное, в полке у меня хранится какой-то сервиз, которым я практически не пользуюсь. И, конечно же, куча контейнеров. Я, наверное, контейнерный маньяк. Контейнеры в основном храню отдельно, крышки отдельно. Здесь также хранится мой любимый термос. И бутылка для воды, которую я беру сама. А это ящик с посудой, который мы используем каждый день. Здесь всякие тарелки, кружки, блюдца. Итак, переходим к нижним ящикам. В самом нижнем ящике под мойкой у меня хранится бытовая химия. Поскольку стиралка у меня находится на кухне, то и вся бытовая химия, я считаю, должна храниться на кухне. Так, гораздо удобнее. Я давно не храню стиральный порошок в том пакете, в котором он продается. И всегда пересыпаю вот в этот контейнер. Здесь всякие моющие средства, таблетки для посудомоечной машины, леноры, бемалюксы и так далее. И мясорубка. Я вынуждена хранить мясорубку вместе с моющими средствами, потому что мне ее попросту негде хранить. И пользуюсь я ее очень редко. Поэтому она стоит здесь. В этом ящике находится посудомоечная машина, а в этом стиральная. Под варочной поверхностью у меня находятся вилки и ложки, и пульт от кондиционера. Эта зеленая штука была в комплекте с этим лотком для вилок и ложек. Она мне не очень нравится. Я вот думаю, что сюда поместить, чтобы убрать эту зеленую хрень. Мне нужен какой-то лоток с отделениями, типа этого, чтобы он подходил по размерам, чтобы полностью закрыл вот это все пространство. Здесь у меня хранятся сковородки, всякая кухонная утварь, лопатки, спатула, маленький половник, венчик и так далее. Ну и в самом нижнем ящике у меня также посудок, доски и пизы. В этом ящике я храню бумагу для выпечки, фольгу, пищевую пленку, всякие пакетики. А здесь всякие бутылочки подсолнечное масло, оливковое, уксус, виноградный уксус, соевый соус, бальзамический уксус, рисовый уксус, лимонный сок, а это я просто перелила подсолнечное масло, чтобы пшикать на сковороду. О, кстати, небольшой лайфхак. Здесь у меня такая вот пленка, а точнее это просто обычная папка для документов. Я ее вырезала и постелила сюда. Для чего? Вроде бы у меня бутылки были чистые, но тем не менее, где-то что-то капало, подтекало, и там постоянно пачкалось. Да, и вот эти прутья становились все время жирными, грязными, я их вытирала. Вот, и потом просто решила вот такую вот подложку сделать для льня. Ну, и в этом ящике у меня всякие специи, пряности, приправы и так далее. Я единственное хочу поменять эти лотки на другие, чтобы они были одного цвета. Здесь у меня травы, приправы, травушки, муравушки для первых и вторых блюд. А здесь для выпечки ваниль, сахар, разрыхлитель, корица, стружка, желатин и всякая, взятина. А в этом ящике у меня куча разных ситечек, подставочки под горячее, терка, мини-терка. Ну, и в этом ящике у меня всякие чашки стеклянные, пластмассовые, всякие мисочки, в которых я взвешиваю что-то. О, кстати, если кто-то увидит вот такие крышки, обязательно купить. Я знаю, что они продаются на Алиэкспресс. Я покупала их в Краснодаре, в каком-то хозяйственном магазине. Они очень удобны. Правда, запах у них не очень, но можно закрыть на это глаза. вот такая поменьше на банке стандартной. Побольше. Эта большая подходит для вот такой стеклянной чаши. Ну, и для других чаш она тоже подойдет. Накрывать такими крышками намного удобнее и эстетичнее, чем фольгой или той же пленкой пищевой. еще есть самая маленькая, меньше вот этой. Ей я, например, накрыла сейчас открытую банку маслин и поставила в холодильник. В общем, если вы видите такие крышки, то обязательно купите. Они стоят копейки. лодилка. решила вам показать еще организацию хранения в моей мини-кардеробной. у меня здесь стоит глотилка. также я храню здесь пылесос. Какие-то банки, пумен-корм, весы, полка для обуви. Но здесь помещается только сезонная обувь, и то не вся. С этой стороны у меня шва, бровейник и так далее. Здесь я храню всякий спортинвентарь. Здесь все для обуви, расчески. Все, как всегда, в таких лотках, контейнерах. Также я купила в Леруа вот такие вот коробки. Они, я так понимаю, картонные и обшиты таким материалом. Я храню здесь все документы. Здесь у меня пакеты. У меня не пакет с пакетами, а коробка с пакетами. Купила вот такой вот контейнер с выдвижными ящиками. Здесь я храню всякие отвертки, ножницы, батарейки, скотчи, лампочки. В общем, всякую всячину. Очень удобно, компактно, аккуратно, все сложено. Там у меня какие-то коробки, сервис, которые мне подарили, которые у меня не пользуюсь. Там коробка всяко-всячная. Там у меня елочные игрушки, книги. Здесь коробка моего кота. Там всякие расчесочки его, ножницы, когтерезка, точнее, шлейка, шампунь его и так далее. В общем, это коробка моего кота. Но здесь тоже всякое-всячное. Здесь у меня хранятся фотографии, все-все-все фотографии, альбомы, точнее, для фотографий. Там какие-то коробки. Это то, что мы покупали недавно. Я планирую их выбросить и то, купить еще таких коробок, чтобы все было одинаково в одном стиле. Сумка холодильник, коробка от мультиварки, она тоже чем-то забита. Коробка от нашей старой пылесос, переноска моего кота. В общем, это все я тоже планирую разобрать и купить вот такие коробки лисей, дверные одежда, куртки, плащи, шубы, пальто и так далее, и так далее. Ну, в общем, вот такая у меня мини-кардеробная. На этом все, ребят. Спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что кому-то было полезно его чуть-чуть, но если нет, то надеюсь, что вам было хотя бы просто интересно. На этом все, ребят. Всем пока-пока. Субтитры